Приветствую на канале МАФ. В этой инструкции я покажу, как получить доллары из любой страны, продать за рубли и вывести себе на карту. Для этого я буду использовать USD Coin или USDC. Это такая криптовалюта, стоимость которой привязана к доллару США. Ещё её называют стейблкоин, потому что один USDC всегда стоит 1 доллар. Единственное отличие такого криптодоллара от реального в том, что хранится он не на банковском счету или карте, а на криптокошельке. Поэтому он популярен в странах, где использование иностранных валют ограничено. Самый простой и удобный способ продать USDC – это peer-to-peer обменник. Я буду использовать битзлата, а точнее их телеграм-бот bzbanker. Ссылка в описании. Итак, чтобы запустить бота, нужно нажать кнопку старт, либо написать старт вручную после слэша, как это сделал я. Мне предлагают посмотреть короткое видео с инструкцией. Я уже всё знаю, поэтому нажимаю продолжить. Для начала нужно выбрать валюту, за которую я буду продавать USDC. Я планирую продавать за рубли, поэтому выбираю RUB. Далее можно пройти обучение. Если вы в первый раз пользуетесь подобным ботом, то это будет полезно. Я его пропущу и покажу всё сам. Бот написал, как пройти верификацию. Для новых пользователей это обязательно. Также ниже поля ввода появилось 6 кнопок. Это главное меню. Бот bzbanker работает ещё и с разными стейблкоинами. Их можно выбрать, нажав кнопку настройки. А затем криптовалюта. Здесь обычные криптовалюты, а также 3 стейблкоина доллара USDT, USDC и DAI. Я покажу процесс продажи на примере USDC. Теперь всё готово для получения криптодолларов из-за рубежа. Сделать это можно двумя способами. Первый – сообщить отправителю адрес кошелька. Чтобы его узнать, нажимаю кнопку кошелёк. Здесь отображается баланс и статистика сделок. Ниже под сообщением нажимаю «Ввести». При первом использовании бота появляется сообщение. Ваш кошелёк ещё не имеет адреса, поэтому его нужно создать. Нажимаю на одноимённую кнопку. Адрес создан. Теперь эту последовательность символов нужно скопировать и отправить человеку, от которого ожидаем получить USDC. Есть и второй способ. Он отличается от первого тем, что в нём нет комиссии, но доступен он только в том случае, если отправитель тоже пользуется ботом BZBanker. Ему нужно будет создать USDC чек, нажав соответствующую кнопку и отправить ссылку получателю. Перейдя по ней, чек автоматически активируется и баланс пополняется. Подробнее о том, как покупать стейблкоины, а также как переводить их с помощью чека, мы рассказывали в отдельных инструкциях. Ссылки на них в описании видео. Сейчас на моём счету уже есть 67 USDC. Теперь мне их нужно поменять на рубли и вывести на карту. Для этого нажимаю на кнопку «Обмен USDC RUB». Я буду выбирать человека, с которым могу совершить нужную мне сделку. А бот выступит как гарант этой сделки. Нажимаю кнопку «Продать». Бот прислал меню выбора «Способы оплаты». На каждой кнопке написан способ. Например, банковский перевод или подарочные карты. Затем средний курс USDC к рублю и в скобках количества объявлений. Чтобы получить деньги за продажу на карты, нажимаю «Банковский перевод». В следующем подразделе показаны более конкретные способы – Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк или просто с карты на карту. Удобно, что в сообщениях от бота всегда указывается актуальный курс по данным сайта Bittrex. По отношению к нему можно сравнивать предложения покупателей. Я нажал на Тинькофф и теперь вижу 6 заявок. Каждый пользователь предлагает свой курс, а также в скобках максимальной и минимальной суммы сделок. Выбираю того, чьи условия мне подходят больше. Например, третьего пользователя. Бот прислал все его данные. Я вижу, что у него верификация по документам, рейтинг 1800, 1500 положительных отзывов и всего 8 отрицательных. Кажется, такому пользователю можно доверять. Если бы большинство отзывов были отрицательными, а верификации по документам не было, я бы точно поискал другого покупателя. О том, как безопасно торговать в перту перообменнике, на нашем сайте есть статья. В ней описаны полезные советы, которые помогут торговать криптовалютой и быть спокойным. Ссылка в описании. Одно из самых важных правил – нужно всегда внимательно читать условия торговли. Они описаны здесь же, ниже самим покупателем. В моем случае нет никаких специальных условий. Меня все устраивает, поэтому нажимаю «Начать сделку». Если в вашем случае будут условия, которые вас не устраивают, то стоит поискать другое объявление. Теперь нужно написать сумму продажи. Либо просто цифры в рублях, либо в USDC, написав название этого стейблкоина. Я пишу 500 и отправляю это сообщение боту. Далее отправляю свои условия сделки и необходимые реквизиты для оплаты. Я просто пишу номер своей карты тинькофф, на которую хочу получить деньги. Также можно было бы попросить в комментарии к банковскому переводу написать «За USDC на битзлата» или попросить прислать чек о переводе. Бот напишет, сколько USDC я продам, сколько рублей получу и по какому курсу пройдет сделка. Нужно все проверить и нажать «Да». С этого момента указанная сумма USDC будет заблокирована. Ее нельзя будет продать по другому объявлению, перевести другому пользователю или вывести на внешний кошелек. Так бот защищает покупателя тем, что у продавца, т.е. у меня, точно есть указанное количество монет. В течение 10 минут покупатель должен будет откликнуться на сделку, оповещение которое ему пришло. Если этого не произойдет, сделка автоматически отменится и монеты разблокируются. Нужно просто подождать ответа. Если у вас новый аккаунт без верификации, рейтинга и отзывов, то некоторые пользователи возможно не будут вам доверять. Отказа – нормальная ситуация. Но если пройти верификацию, это заметно упростит процесс. Мне пришло сообщение, что покупатель подтвердил сделку со мной. Теперь в течение 30 минут он должен будет перечислить мне деньги. Если этого не произойдет, сделка автоматически отменится. Пришло еще одно сообщение. Оно означает, что покупатель отправил деньги. Я должен проверить в своем мобильном приложении банка сумму и валюту, в которой пришли деньги. Если деньги не пришли или меня что-то насторожило, то я могу об этом написать покупателю, нажав кнопку «Отправить сообщение». Если после этого покупатель не выполнит условия сделки, то через 2 часа сделка автоматически отменится и USDC разблокируется. Также может подключиться сотрудник поддержки, который поможет разобраться в ситуации. Мне деньги действительно пришли, поэтому могу нажимать на кнопку «Отправить монеты покупателю». Бот попросит вас еще раз проверить получение средств на карту. Я в этом убедился, поэтому нажимаю на кнопку «Да». Все, мне пришло сообщение о том, что я отправил USDC покупателю. С помощью эмодзи я могу оценить сделку. Мне все понравилось, поэтому ставлю класс. Таким образом, с помощью телеграм-бота BZ Banker от BitZlat я получил доллары от другого пользователя и вывел их на свою рублевую карту. О чем вы бы хотели узнать из следующих инструкций, напишите в комментариях. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. До скорого!